Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Боже, святый бедный, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Звучит песня. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 оставил работу и последовал за крестом, за своим любимым учителем. Почему же это случилось? Потому что внутри, в сердце апостола Петра была именно пламенная, искренняя, горячая вера в Бог. И следовало лишь только Господу позвать Его, как апостол Петр семянута последовал за Господом нашим Иисусом Крестом. И апостол Павел, который был образован, который был очень бодрым, был крестским гражданином, и он не входил в число апостола. Он был ревностным гонителем христиан. И по дороге в Дамаск Господь призывает его на свое служение. В Савве, именно так звали его до апостольского служения. Почему ты гонишь, христиан? На что апостол Павел ответил, кто ты Господь? Я Господь, которого ты гонишь. Мы видим, что этот свет, это сразу преобразование его в жизни, и сразу изменило его. То есть апостол Павел, он внутренне также не умом постиг Бога, а именно сердцем. И эта любовь у Господа, она оставалась у апостолов до конца их служения. И это мы можем увидеть из их служения. Потому что когда Господь воскрес, когда Господь вознесся на небо, ученики собирались в уборнице. Причастники, повторяйте молитву ко Святому Причащению. Все повторяйте громко и вслух. Верую в Господи исповеду! Верую в Господи исповеду! Я гороюсь и воистину Христос! Сын Бога Живаго, пришедший мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Ищи веру, я проси самое причистое тело Твое, сияй самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй мя, и прости мое прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же веденем и неведенем. Исподобие мя не осужденно, причаститеся при чистых Твоих таях. В оставление грехов и в жизнь вечную, аминь. В вечере Твоя тайная днись, Сыне Божий, причастниками оприми. Ибо врагом Твоим тайну повем, и лапзание Тебе дам, як Иуда, як разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царствие Твое, и не в суд, и не во осуждение, будет мне причащение. Будет мне причащение святых Твоих таях, Господи, во исцеление души и тела, аминь. Во исцеление души и тела, аминь. Во исцеление души и тела, аминь. Варя, Варя. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 восклицал ему Асанна Вышник, благословен гряды во имя Господнем, что не помешало через, казалось бы, несколько дней говорить совсем другие слова, распни, распни его. Поэтому ничего удивительного нет, когда, казалось бы, сейчас какое-то время наступает помощь, какое-то доброе отношение, некое доброе отношение к храму, в духовной жизни, но мы видим, как это все может измениться. Изменяется не где-то там, не где-то именно за экватором, изменяется здесь, конкретно на нашей земле, с нашими людьми, с нами. Вот этого бы нам, конечно, не хотелось. Я очень благодарен всем, кто здесь потрудился, настоятелю храма, отцу Павлу, который, Ирею Павлу Джанготеле, который попросил, давайте послужим божественные труги и здесь. За многие лет впервые мы давайте совершим здесь божественные труги и в день Петра и Павла. Я благодарю вас, отец Павел, что вы именно приложили много труда, чтобы подготовить достойность здесь именно совершить таинство божественной литургии, таинство Евхаристии. Я благодарю многим другим людям. Я благодарю отцу Анатолию Харшинскому, который здесь находится, отец Анатолия Павла. Сейчас наша епархия, Волгоградская митрополия, я не люблю это слово «разъединилась», нет. Но, как говорится, пришла оптимизация. На территории Волгоградской области теперь существует три полноправных епархий, Волгоградская, Калачевская, Выпинская. В свое время, когда была одна Волгоградская Камышинская епархия, вся территория Волгоградской области входила в состав Волгоградской такой огромной территории, такой огромной епархии, архиепископу Германа, а потом митрополиту Германа. Конечно, было очень нелегко и было очень тяжело. Но были хорошие помощники. Вот один из таких помощников являлся и является праекторей Анатолий Карпец, который здесь тоже приложил много труда, чтобы этот храм именно постепенно, постепенно быть такими вот шажками, очень трудными, потому что кто строит храм, тот знает, как трудно именно строить храм, сколько труда требуется, невидимого для обывательского глаза труда, надо вложить, чтобы храм начал строиться и начал функционировать как настоящий, именно как тот храм, который мы привыкли его видеть. Это огромный труд. Спасибо вам. Благодарю всех, даже множеству тех людей, которые потрудились здесь, чтобы именно мы могли бы сейчас хотя бы вот так здесь совершить божественные труды. Конечно, труда еще очень, очень большие трудности здесь и в приходской жизни, и в внешней, как и в строительстве, как и во внутренней жизни прихода, они тоже существовали, эти проблемы, но милостью Божией Господь все равно нам помогает прийти к чему-то единому. Я верю, я надеюсь, что этот приход будет именно таким приходом, каким ему должно следовать и быть. Но это, конечно, нужна и, дорогие мои братья и сестры, ваша помощь. Потому что, если только один священник будет заниматься устроением прихода, строительства, устроением приходской жизни, общины, другие скажут, это нам не надо. Администрация скажет, у нас есть свое, мы будем своим заниматься. Казаки скажут, мы будем своим заниматься. Бизнесмены, как сегодня называют деловых людей, тоже скажут, нам нужно торговлей заниматься. Другие скажут, нам нужно выживать. Прихожане скажут, а как мы жить будем? Нам как-то жить надо, надо идти чем-то заниматься. Когда нам храмом заниматься? Конечно, тогда храм у нас как был, так и останется на таком же месте. Потому что именно церковная жизнь, христианская жизнь, это прежде всего самопожертвование. Это прежде всего переступание через себя. Вот стоит здесь Сергей Александрович Скачков. Да, Сергей Александрович. Я вас тоже благодарю, потому что знаю, что ваше здесь усердие. И вам приходилось переступать через себя, чтобы хотя бы что-то, да, и хотя бы спасти здание, историческое здание этого храма. А это большой труд. Спасибо вам большое. Мы не на митинге, хлопать не надо. Это большой труд. И прежде всего, это, конечно, устроение церковной жизни, самого храма, строительства, устроение церковной общины, прихода, это прежде всего наши с вами самопожертвования, жертвы. Почему мы часто говорим, жертвуйте на храм Божий, да? Жертвуйте на храм Божий. Кто-то говорит, особенно люди, мало приходящие в церковь, придут раз, в церковь, что-то положат, небольшую копеечку, такую, небольшую совершенно, кружечку, кружечку, а потом говорят, мы ложим, ложим, а храм-то не строят. Постоянным самопожертвованием, не только копеечкой, а именно своим временем, своей занятостью и порой даже для некоторых людей своей жизнью. Люди жертвуют и жизнью для того, чтобы именно церковь жила, чтобы церковь существовала. Так же вот свою жизнь отдали святые первоверховные апостолы, Петр и Павел. Кем они были? Они были исповедниками, прежде всего, именно веры Христовой. В сегодняшнем Евангелии мы слышим такие слова, когда Господь спрашивает, за кого почитают меня люди? Апостолы отвечают, за такого пророка, за такого пророка, за Илью тебя почитают, за Иеремию пророка почитают. И вот здесь Господь задает очень важный вопрос апостолам и апостолу Петру. И здесь мы видим апостол Петр отвечает на вопрос Господа и говорит о сущности христианской жизни. Господь задает такой вопрос, а вы за кого меня почитаете? Апостол Петр отвечает, ты, Христос, Сын Божий. То есть апостол Петр исповедует Господа Иисуса Христа Сыном Божиим. И вот наша с вами жизнь тоже исповедует нашего Господа Иисуса Христа Сыном Божиим. Наша жизнь с вами это исповедничество. Исповедничество своей веры. Очень трудно Бога исповедовать. Очень трудно. Вот представьте, когда образовалась церковная община Иерусалимская, первая церковная община, Господь ее создал, она, казалось бы, находилась под покровом Божественного. Что могли сделать апостолы? Апостолы могли просто никуда не ходить. Остаться в Иерусалиме или уйти в Галилею. Там было бы хорошо, там было бы приятно. Они бы так, жили таким небольшим кругом, таким общинным, да, верующим своего Спасителя, своего Учителя Божественного. Как ныне предлагают многие именно организации такого толка. Уйдемте куда-то, там будем жить, там будем спасаться. Нам никто там будет, нам никто не мешать, там не будет. Потому что там не будет ничего, чтобы кто-то нам мешал. Господь не позволяет первое христианское общение, то есть, которое составляли апостолы, так поступить. Что Он нам сказал? Идите весь мир и проповедуйте Евангелие всей твари, то есть, всему миру, уча их и крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот к чему призвана Церковь Христова, вот к чему мы с вами призваны все исповедовать нашего Господа Иисуса Христа. Все без исключения стоящие и старые, и младые, и дедушки, и бабушки. А вот благодаря ведь нашим бабушкам, ведь они были исповедниками веры совсем недавно, несколько десятков лет назад, когда церковь именно наполняли, если мы посмотрим фотографии 50-х, 60-х годов, мы увидим только белые платочки. Мужчин-то не было, только белые платочки. В 30-х годах один архиерей, выйдя из церкви, так и сказал, руки поднял, бабы, спасайте церковь. Мужиков-то не было. Или их в армию забирали, или их убивали, или просто они боялись. Или говорили, что мы в Бога не верим. И сейчас, порой, мы не так-то много видим именно наших мужчин в храм. Вот эти бабушки являлись исповедницами веры Христовой. они приводили нас с вами, здесь стоящих, сюда в церковь, чтобы потихонечку, тайком, порой от родителей, причастить нас с вами. Просто, чтобы в церковь зашел внучок или внучка, покрестить его, или покрестить сын своего партийного, тайком от кого-то, от властей, конечно, чтобы никто не знал, уехать куда-то в другую область, и там, чтобы он покрестился. Вот так, вот такое исповедничество было в нашей церкви. Исповедничество было всегда. Если бы не было исповедничества нашей веры, то мы бы здесь с вами, дорогие мои, не стояли. Сесть, лампадочку зажечь около иконочки, открыть книжечку каноник и молиться, Акафис читать Престой Богородицы. Нам-то хорошо, нам приятно, но Богу этого не нужно, чтобы мы жили в такой тишине и в своем таком самодовольстве. Это ко всем относится, как и к служащим церкви, как и приходящим в церковь Божию, и как и нашим руководителям, и всем, кто пребывает здесь, живет в вашем районном центре, в других городах. Жизнь церковная другая, жизнь, когда именно ты живешь не в удовольствии, не в самой успокоенности, что тебе все приятно, все прекрасно и все хорошо. Этого как раз надо бояться, когда у нас все замечательно, все хорошо и мне спокойно, значит, что-то с нами не в порядке. Люди так и говорят, что если со мной ничего не случается, значит, меня Господь забыл. Вот верующие люди настоящие, они так и говорят, и подвижники так именно и просили, как один подвижник просил Господи, он очень сильно болел, исцели меня. Господь исцелил. Он потом стал болеть, молиться, Господи, пошли мне опять эту болезнь, какую-нибудь болезнь мне пошли, я о тебе забывать стал. Вот сегодня празднуется еще память великого подвижника современности, преподобного Паисия Святогорца. Ведь он болел очень сильно, болел так, что ему невозможно было встречаться практически с людьми. Он, превозмогая себя, он постоянно, каждый день простой монах встречался со множеством людей. Он не говорил, что я с тем не буду встречаться, я с тем не буду. К нему приходили многие, и неформалы приходили, и к хиппи приходили, и сатанисты приходили. Он со всеми с ними встречался, потому что понимал, что это его слюжение Богу, это его исповедничество перед Богом. Были опасности в его жизни, когда его могли просто убить, потому что люди разные приходили. Движимые, конечно, злой силой, не только доброй силой, но и злой силой. А сколько уходило от него людей, которые впоследствии изменяли свою жизнь к лучшему. Почему это происходило? Почему люди вдруг после разговора с этим простым монахом, они вдруг именно желали изменить свою жизнь к лучшему? А потому что видели добрый пример исповедничества Христовой веры. Вот, дорогие мои, и мы с вами должны являть такой же пример исповедничества. кто это только к священникам и к монахам, и кто в церкви находится, нет, к вам, ко всем это относится. Вы должны в своей жизни быть исповедником веры, в ваших семьях, в ваших квартирах. Вы должны веру свою исповедовать. Вы должны нести Слово Божие. Никто за вас это делать не будет. Вы должны изменять свою жизнь. Каждый на своем месте. От руководителя, да, казалось бы, рабочего, который столб ставит на дороге, один человек говорил другому молодому человеку, если ты что-то делаешь, делай это с любовью. Копаешь, копай с любовью. Закапываешь столб, сделай его так, чтобы он так стоял крепко и прямо. Делай это с любовью. Дорогие мои, делайте ваше дело с любовью. Вот это самое главное, это будет ваше главное исповедничество нашей веры, именно с нашей с вами жизнью, о чем и учат нас святые апостолы Петр и Павел. Аминь, аллилуйя. Я хотел бы, отец Павел, в память о том, что мы сегодня совершили здесь первые за много лет Божественной Литургии, сколько лет? С 36-го примерно, ну с 30-х годов. С 30-х годов приблизительно, да, вот посчитайте сколько, сколько лет прошло? 87. 77 лет здесь не совершалась Божественной Литургии. Я бы именно в памяти в этом событии хотел бы вам преподнести именно храму, именно в память в этом событии дар, образ Пресвятой Богородицы именуемой Бояпутской Евреемой. Милости вам всем Божьей, Господь всем держать. Владыка, святые, я бы не оставлю тебе пару слов сказать. Мы вас благодарим за ваше апостольское анхиерейское служение. Вы только что сами сказали в обычном храме, в 30-х годах не было службы. Да не подсказали. В 30-х годах не было службы, вот этот храм отражение всей нашей истории, всего того безумия, что происходило в истории всего нашего народа. Ты вот проси ваших молитв, Владыков, чтобы мы, люди все, поставили на надлежащее, высшее место того, кто является высшей всего, Творцом и Отцом нашим, Богом, чтобы народ осознавал, что в первую очередь нужно храмом заниматься, нужно к Богу пойти, и все остальное потом отправить. Проси ваших молитв, Владыков, святых молитв. И вот хотим подарить вам, Владыков, икону, икону, икону Спасителя. Проще, Владыков, почаще нас посещать, потому что без иписка, без архиерия нет ни церкви, прихода. То есть нет прихода. Спасибо опять Павел. Благодарю за подарок образ Господа Иисуса Христа. В основном, когда кому-то дарит какой-то подарок икон, старается дарить образы Святой Богородицы, святых, известных святых, сейчас я не буду называть кого, и как-то мы считаем, что Господь всегда с нами всегда с нами. И вот когда-то дарит особенный образ Господа Иисуса Христа, я думаю, это очень ценно. Спасибо Вам большое. Я очень трогаю Господь. Бог Вас благословит и Бог за архиерой помощи в устроении прихода, в устроительстве храма святых апостолов Петра и Павла. Господь с вами. Провожай. Ну, вопрос Иисуса забыли, конечно. Конечно, восстановление любого храма, монастыря, часовни, молитвенной комнаты, это большое событие, именно для того места, где этот храм или молитвенная комната у нас там находится. А для меня, конечно, как для управляющего Улыбинской епархии, именно то, что мы сегодня совершили здесь, божественные тургии, именно в этом главном, как говорится, месте, где находится алтарь, где более 70 лет было место запустенения и не совершалось божественной тургии, конечно, имеет очень большую радость. И когда настоятель прихода Ильи Павел Джангатыри вышел с таким предложением ко мне, я сказал, владыка, может быть, совершим от богослужения божественной тургии здесь, мне как-то это сразу пришлось и по душе, и для меня вдруг стал очевиден этот очень важный шаг для того, чтобы храм наконец-то воспринимался нам во всей своей полноте, как он должен быть. Никому не смущало, что, конечно, он осквернен, он, конечно, находится не в том подобающем виде, но то, что уже делается здесь, по крайней мере, хотя не быстро, очень долго, да и как бы требовать именно от здесь живущих людей, чтобы здесь было моментом и быстро, но с моей стороны было бы неправильно, потому что здесь нужно не только просто именно кто-то нашел и храм установил, нужно, чтобы храм жил, потому что строительство храма ведет не только строительство, именно стены, его покрытие, крыши, окон, было его благоустройство, но это прежде всего и собирание людей. А когда люди начинают именно здесь живущие, может быть, они и не ходят в церковь, но они вдруг начинают видеть, что храм как-то начинает жить, восстанавливаться, и они проникаются и начинают помогать, постепенно образовывается вот такая именно христианская общение. Наверное, это будет самое главное. Вот именно это устроение прихода, со строительством самого храма, с восстановлением его, с воссозданием его, именно в благолепии его, в красоте его, как он должен ему быть, именно и воссоздается и церковная община, что, наверное, является основным, как именно в жизни церковной, как, я думаю, и для меня, вот, лично, как и для священнослужителей, и как для человека, и, конечно, для тех людей, которые живут здесь, именно здесь, в Даниловске. Поэтому я бы пожелал бы всем здесь, которые очень хотят, чтобы храм был здесь и он восстановился, да, вот такого, прежде всего, усердия. Потому что, если не будет такого усердия, безразличия, именно вот, что здесь церковь стоит, что им, да ничего не будет. Вот, я думаю, это самое главное, почему-то строительство храма, оно как-то постепенно людей будет. И, конечно, во многом здесь зависит от кого? От священников, от тех людей, которые им помогают, вот, именно они должны являться таким неким двигателем здесь, да, чтобы вот остальные люди, здесь живущие, мы же здесь живущие, но мы знаем, что сколько именно Данила разъехалось по нашей стране, по нашей области, они откликнутся. Вот так смотришь, мы же примеров множества знаем таких, и храм, смотришь, постепенно начинает приводиться в тот надлежащий вид, в котором он должен быть. Я бы пожелал бы этой общине святых апостолов, первоверховных апостолов Петра и Павла вот такой истинной христианской жизни. Аминь, Алибои. Вообще праздник этот один из двенадцати важен, поэтому он и важен, а для жителей районного поселка Даниловка он вдвойне важен, потому что это престольный праздник, это храм Петра и Павла, поэтому он и сегодня здесь не пропал, поэтому он настолько важен, что уже важнее им Даниловка. Даниловка. Продолжение следует... Даниловка. Продолжение следует... Даниловка. Продолжение следует...